Продолжение следует... 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 Да, но в целом наше протяжение. Из-за этого девушки еще был вопрос. Представьтесь, Алена Морозова гепсис. Вы говорили цифру 12,5. Это все-таки рост, Макс говорил, по сис или по всей группе? Была цифра 13,5% по прем. России, и 12% по бизнес-группу безопасности графика. А можно как-то из этой группы выжилить инвестиции? Сказать мне сколько относительно цифру 12,5%? Абсолютные цифры мы, к сожалению, по полиции кондициональности и как-то не можем обсуждать. Очень плохо. Но, к сожалению, у нас правила, как внутри, является глобальной корпорацией. У нас очень много работ, но в целом по регионам. То есть, мы относимся к региону, где было вот лишний мосток рамочек. По этому региону можно дать цифры. И как раз у нас вчера, мне кажется, выше у нас русских переводов расселее за финансовых результатов, на месте финансовых результатов. Ну, как бы те цифры абсолютно, которые мы раскрывали. Хорошо. А можете сказать долю производства респираторов российскую, которая идет на английском? 25% из того, что мы производим, сейчас идет на английском. Это дамы в 17-м, да? В 17-м у нас тоже нестабильный. В 17-м, вы приблизите такой же, там разница в долю процентов. А в 17-м так же, по-назначе, как будет, не знаю, сколько их планируется? Пока сложно сказать. Мы не планируем серьезного падения. С одной стороны, понимаете, в России спрос он всегда растет, а на западе более-менее стабильный спрос. Поэтому, учитывая розы, которые есть на английском рынке, мы можем только прогнозировать, что доля самого падения с количеством отношений может быть. Ну, следующее, второе, то есть, мы можем отдать, мы сможем отдать, мы сможем точную консенсацию. Так, у вас было много. Да, можно ли сказать? Департамент природопользования, журнал «Экоград». Вопрос такой. Разовые респираторы довольно в большом количестве производятся. Как обстоит дело с их утилизацией? Что? Утилизация респираторов? Да. Вы имеете в виду оба потребителя? Или у нас... Использованных? Ну, я должен спросить, конечно, каждого конкретного потребителя, если мы говорим... То есть, у вас не организован этот прием? Нет. Обратный прием он не организован. Я могу сказать, как мы используем, как мы утилизируем брак. Хорошо. Да? Потому что это вполне может быть заводожным лайфхаком для остальных. Мы, наверное, этим все тоже занимаемся. Потому что вопрос снижения отходов, не только образования отходов, но и самое главное, и выброс на полигоны, утилизация на полигонах, он стоит перед сетьми. С нашей стороны, мы стараемся разделять на компоненты и, соответственно, мы пытаемся его опускать на вторичную обработку. То есть, по дверям отдельно и отдельно на компоненты. То есть, и вот в этом случае мы стараемся это все отдавать на вторичную переработку. И у нас есть цель по поводу до 23-го года практически снизить предательность. Ну, если говорить так, все это коммерционное, ноль процентов на полигонах. То есть, все должно проходить в вторичную обработку, переработку, либо в нижнюю обработку. Спасибо. Спасибо. Это несколько больших шагов, нельзя так сказать, это огромное. Мы получили гораздо больше информации, больше дата, и это заставило нас помимо наших почвопоставок и производства. Систематически, the world changed very, very rapidly. Our customers' behavior changed very rapidly. And we had to adapt and change together with our customers and the world that we are impacting. Мы увидели, как менять цены, менять победение наших клиентов, и мы параллельно должны были адаптироваться к этому новому победению клиентов. Я думаю, что вы увидите, что компании, российские компании, инфляционные компании, как ours, будут продолжать начать новые изменения, сейчас и в будущем. И это определяет то, как мы видим реактивные направления для изменения инвестиций. И вторая часть вашего вопроса, про диджитализацию, если у нас есть вопросы, это специальный центр для этого. Итак, первое, вы должны быть в зависимости от того, как мы видим, что мы должны быть абсолютно идти в развитие законодательства, которое существует в этой области. Но, к тому же, что мы можем, и к тому же, что мы хотим, мы пытаемся сделать анализацию о клиентов, которые выбирают правилы, какие продукты и решения они собираются, какие ожидания лет мы имеем, и так далее. С точки зрения того, что мы можем делать в этой области, где мы можем анализировать, где мы не можем, мы анализируем покупательское поведение, с точки зрения того, как ищут покупатели информацию. С точки зрения того, что мы можем, и так далее. решение о покупке того или иного продукта, и как у них принять это решение? Или, по-другому, для того, чтобы улучшить союзность уровень, позволяющие клиентам нацифировать в качестве способности, позволяющие клиентам, позволяющие клиентам нацифировать Наша задача понять, как наш покупатель может облегчить свой производственный процесс. И с этой точки зрения, чтобы он смог облегчить свой производственный процесс, мы также анализируем, какие продукты он лучше будет уставлять.